Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы продолжаем читать очень необычно, таинственно, не похожую на все остальные, книгу Библии. Эта книга называется «Песнь песней». Сегодня мы читаем пятую главу в переводе российского библейского общества. Этот перевод выполнен Яковом Эделькиндом. Книга «Песнь песней», как мы уже говорили в предыдущих наших записях, представляет из себя поэзию, причем поэзию лирическую, поэзию о любви. И вот сегодня мы читаем пятую главу. Некоторые исследователи говорят, что эта глава ключевая для понимания всей этой книги. В предыдущей главе невеста сравнивалась своим возлюбленным с запертым садом. Невеста, сестра моя, запертый сад, дверь закрытая, родник запечатанный. Среди ветвей твоих заповедный сад, там гранаты, прекрасные плоды, там хна и нарт, там нарт и шафран, имбирь и корица, все ладановые деревья, мир и алоэ, все лучшие благовония. Родник посреди садов, колодец со свежей водой, потоки сливан бегущие. Северный ветер, проснись, южный ветер, приди, подуй на мой сад, пусть текут благовония. Вот так возлюбленный описывает свою невесту. Запертый сад, исполненный всяких драгоценных деревьев, благовоний, прекрасный родник посреди этого сада, рай, но он закрыт. Открой его мне, говорит возлюбленный. И вот самые последние слова предыдущей четвертой главы, самые последние слова предыдущей четвертой главы, «Пусть милый придет в свой сад, пусть поест его прекрасных плодов». И вот пятая глава. Действительно, он идет. «Я пришел в свой сад, о невеста, сестра моя, я собрал миру и благовония, отведал меда из сот, вина выпил и молока. Ешьте влюбленный, допьяно пейте ласки». Первая реплика – это реплика жениха, возлюбленного. Она говорит ему, да, приди, этот сад открыт для тебя, ты можешь быть со мной. Она говорит о своей взаимности в этих чувствах. И он говорит, да, я иду, о невеста, сестра моя. Я пришел в свой сад, она уже его, она уже принадлежит ему, потому что она ему открылась. Приди. И тоже говорит, это твой сад. Я пришел, собрал миру и благовония, отведал меда из сот, вина выпил и молока. И дальше реплика девушек Иерусалима. Это как бы хор, который со стороны взирает вот на эту прекрасную любовь. И говорит, ешьте влюбленные, допьяно пейте ласки, насыщайтесь той радостью, которую дает вам это ваше общение в любви. Мы помним, что песнь песней на протяжении веков много раз столковалась великими и учеными, и святыми, и христианскими, и до того иудейскими. И вот чаще всего говорится о том, что возлюбленный — это Бог, а возлюбленный я, она, героиня, это душа человека. И вот Бог говорит, призывает и говорит о том, как Он ценит каждую человеческую душу, как Он ценит свое творение. Ты, душа, — это запертый сад, в тебе столько красоты, столько доброго, все то, что я дал тебе. Прекрасный и чистый источник бьет где-то в глубине тебя. Вот так Бог видит человеческую душу, не так, как мы в совне смотрим равнодушным, завистливым, а иногда и злобным взглядом. Чаще всего видим недостатки человека, а Бог видит всю ту красоту, все то достоинство, которое в человеке, таков взгляд любви. И вот божественная благодать приходит, когда человек откликается, не сразу, не насильно, все стоят у зверя и стучут, с великой деликатностью Господь относится к человеческой свободе. Но если человек говорит, пусть милый придет в свой сад, пусть поест его прекрасных плодов, если отвлекается на это, то приходит Господь, и благодать Божия насыщает человеческую душу. И тогда уже ничего такого человеку не надо. Он может в пустыне, вдали от других людей чувствовать великое блаженство. И вот как бы вся церковь, все святые, они говорят, ешьте влюбленные, допьяно пейте ласки. Как это хорошо, когда еще одна душа познала сладость Бога общения. И вот совершенно новый эпизод. Все, что происходило раньше, можно сравнить с реальностью сна, с реальностью грезы, потому что никакого сюжета мы не можем увидеть. Влюбленные то вместе, то порознь, и при этом разговаривают, находясь далеко друг от друга. То они в царском дворце, то в окружении прекрасной природы, то он царь, то он пастушок, то они уже были вместе и уже находятся вместе, то они только мечтают друг о друге и думают о грядущей свадьбе. На что это похоже? Это не похоже на сюжет какого-то привычного нам произведения, где все вот так вот последовательно развивается. Это больше всего похоже на грезу, на сон. А здесь вот в пятой главе описывается то, что, ну, может быть, тоже во сне, а может быть, происходит и наяву. Я сплю, а сердцу не спится. Вот показывает героиня о том, что это уже точно не сон. Да, может быть, внешне она как-то вот еще погружена в какое-то мечтание, но это уже на самом деле я, в сердцу не спится моему. Потрясающие слова. Я сплю, а сердце мое бдит. Эти слова оказались очень важными для огромного количества подвижников, которые в разные эпохи стремились вот иметь богообщение, стремились к тому, чтобы всего себя посвятить молитве, чтобы исполнить заповедь апостола Павла. Апостол Павел говорит, молитесь непрестанно. И вот на протяжении веков очень многие подвижники, прежде всего это монахи, прежде всего это тех, кто называли себя исихастами, они вот опираясь на эти слова достигали такого состояния, когда человек, когда даже и спит, он продолжает молиться. Я сплю, а сердце мое бодрствует, бдит, и молится непрестанно. И это действительно оказывается возможно для человека в таком состоянии прийти, когда молитва никогда не затихает в сердце человека. И когда приходит к этому человеку, то ничего другого уже ему не нужно. Я сплю, а сердце бдит. Я сплю, а сердцу не спится. Но вернемся к самой книге. Вот эта девушка в таком положении, что она уже легла, уже дремлет, но сердце не спит, ждет чего-то. И вот слышу, стучат. Это милый. И дальше его слова. То есть он подходит к тому же лищу, где она находится, стучит в дверь, не врывается, не проявляет опять-таки никакого насилия. Предельная деликатность во всей этой книге. Только так, только оставляя полную свободу другому, может действовать любовь. Вот милый подходит и дальше его слова. Открой мне, сестра, подруга, голубка моя несравненная, ночная роса на моих волосах, кудри мои намокли. Он шел по улице, промок, ему холодно, и он жалуется на это как дополнительный аргумент, почему она должна ему открыть. Вообще-то уже поздний вечер, она уже почти спит. А он говорит, пусти меня, я промок, мне холодно. Это такой классический мотив для античной серенады, но и для более поздней серенады. Серенады — это такой жанр, когда влюбленный стоит у зверей или у окон своей возлюбленной и просится, чтобы она пустила его. А она вот думает, пустить или не пустить. И вот классический герой жалуется на непогоду, на холод, на дождь. И вот здесь примерно то же самое мы видим. Ночная роса на моих волосах, кудри мои намокли. Она отвечает, я уже без рубашки. Что же, опять одеваться? Я ноги уже помыла. Что же, снова их пачкать? То есть, она не пускает его. Это неприлично, невозможно. она уже сняла свои одежды, она уже умылась, чтобы лечь спать. Как она может пустить его? Милый руку просунул в щель, и мое сердце затрепетало. Здесь, по всей видимости, речь идет о том, что он просунул руку через какое-то отверстие в двери и положил ее на засов. тем самым показывая, что если только он захочет, то он откроет этот засов и войдет, и спрашивать ее не будет. Он может проявить это насилие, это в его власти, но он этого не делает, он только просовывает руку. Показывает, но не открывает. Нет, если ты не пустишь меня добровольно, если ты не отозвел, не будет откликов тебе из глубины твоей свободы, то я не буду входить насильно. И только так может действовать любовь, иначе это уже не любовь, не настоящая любовь. Полная свобода любящему, любимому, только в свободе возможна любовь. Иногда спрашивают, почему Господь дал человеку свободу воли? Но если бы человек был запрограммирован только на добро, если бы не было вот этой страшной свободы воли, мы не грешили бы, и не было бы всех этих последствий греха, всех страданий, всего того ужаса, который есть на земле. Но Бог дал человеку свободу. Почему? Потому что для любви создан человек, а только в свободе возможна любовь. Любовь не может быть, если она связана хоть с каким-то насилием. Это уже не любовь, это уже что-то совсем другое. И вот здесь жених просовывает руку, показывает, что может войти. Его рука лежит на засове, но он не входит. Он ждет ее отклика. Так относится к нам Господь. Если вернуться к аллегорическому толкованию, именно так это происходит. Господь стоит у двери, стучит у двери нашего сердца. Но открыть эту дверь может только сам человек. Есть даже такая картина, где нарисовано, изображено, реализировано именно вот эти слова, если я стою у двери и стучу, и там показана дверь, у которой нет ручки. Не может Бог сам открыть эту дверь. Ручка изнутри. Только человек может открыть эту дверь Богу. И вот здесь также Бог жених приходит, он может открыть, он руку туда засовывает, протягивает, что он может, но он этого не делает. И на это действие, на эту деликатность, на это уважение к ее свободе откликается невеста и говорит, сердце мое затрепетало, и я пошла открыть милому. Если бы он врывался, если бы он требовал, то не было бы такого эффекта. А вот тут, да, она всей своей любовью откликнулась, сердце затрепетало во мне, говорит она, и она встает и хочет открыть ему. Я пошла открыть милому, с рук моих мира капало, лучшая мира с пальцев, прямо на ручку засова, где только что была его рука. Милому я открыла, а милый уже ушел. Он исчез, сердце у меня оборвалось, искала, не находила его, звала, он не откликался. Это таким образом описывается главный парадокс настоящей любви, главная тайна настоящей любви. если ты хочешь любить, то ты должен всего себя принести в жертву твоему любимому, но тогда тебя как бы нет. Если ты хочешь по-настоящему любить, ты должен самоумалиться, как Господь самоумалился, чтобы спасти человеческий род, и умер за нас. если ты хочешь любить, ты должен ничего, вот настолько никакого насилия не вносить в эту любовь, что тебя как бы должно не стать. Нет больше той любви, если кто душу свою положит за други своя. Умереть надо, если ты по-настоящему любишь, умереть ради любимого. И вот она открывает ему дверь, а его не стало. В оригинальном тексте в древнееврейском непонятно, что произошло, то ли он умер, то ли он ушел. Его нет, его не стало. Вот его самоумоление, его жертвенность привели к тому, что его и нету. В Евангелии об этом парадоксе говорится так. Если ты хочешь спасти свою душу, ты должен погубить ее. Тот, кто желает спасти свою душу, тот ее погубит. А кто погубит свою душу, ради меня, Евангелие, говорит Христос, тот спасет ее. И что же делает любимая? Вот нет его, он ушел. Сердце вострепетало в ней, она откликнулась, пошла открывать ему зверь, а его нету, он исчез. Она идет на поиски. Он исчез, сердце у меня оборвалось, искала и не находила его, звала, он не откликался. Мне повстречались стражники, которые город обходят, избили меня, изранили, сорвались меня покрывала, стражи стен городских. Заклинаю вас, девушки Иерусалима, если вам попадется милый, вот что ему скажите, что я изнемогаю от любви. Она идет на его поиски, попадает в разные чрезвычайно неприятные приключения, встречается уже второй раз с этими стражниками, и прошлый это раз была неприятная встреча, а здесь она совсем неприятная, стражники нападают на нее, бьют, ранят. Одна девушка ходит так поздно вечером по улицам, и вот они считают возможным напасть на нее, срывать с нее одеяло, покрывало, что бы это ни значило, но это точно что-то нехорошее. И вот она, несмотря на это, продолжает свои поиски, ищет его, зовет его, и говорит, я изнемогаю от любви. Если переходить к аллегорическому толкованию, то мы знаем, что произошло со Христом. Он действительно исчез. Он пришел на землю, постучался как бы к нам, руку свою положил на засов, вошел как царь в город Иерусалим и умер на кресте, исчез, его не стало. И вот жены мироносица искали его, пошли к той пещере, где было погребено его тело, но он воскрес из мертвых, восстал, потому что такова сила любви. Любовь сильнее смерти, любовь побеждает смерть. Наша героиня обращается к тому самому хору, к девушкам Иерусалима. Заклинаю вас, девушке Иерусалиму, если вам попадется милой, вот что ему скажите, больно мне от любви. И девушки Иерусалима спрашивают ее, а чем твой милый так уж хорош? О, красавица из красавиц, чем твой милый так уж хорош, что ты с нас берешь эту клятву? Иерусалима. И дальше идет описание его, героя, со стороны любящей, потерявшей его героини. В предыдущей главе, в четвертой главе, было описание героини, а теперь наоборот, описание героя. Мой милый белый румян, краша десяти тысяч, голова его чистая золота, кудри соцветия пальмы, черны они словно ворон, его глаза точно голуби у потоков воды купаются в молоке, возле пруда сидят, его щеки бальзамовые рощи, где растут благоводние, его губы чашечки лилий, лучшие мира с них каплят, его руки словно золотые колонуси иные топазами, его живот платина слоновой кости, его живот пластина садовой кости, украшенная лазуритом, его ноги алебастровые столбы на золотых постаментах, он подобен ливанскому лесу, великолепен как кедры, его нюба услада и весен от рада, таков то мой милый, таков мой любимый девушки Иерусалима. Вот так она его описывает. Это описание, конечно, совершенно фантастическое, это мы видим какого-то исполина, который весь состоит из разных драгоценных материалов, живот пластина солоновой кости, руки словно золотые колонок, усеянные топазами, он огромный, его ноги алебастровые столбы на золотых постаментах, он подобен на лес, ее сравнивали с садом в предыдущей главе, а он это уже лес, великолепен как кедры, весь он от рада, таков ты, мой милый, таков любимый девушки Иерусалима. Вот мы видим такое божество как бы, и если она это сад, она это, сад это что такое, это природа облагороженная руками человека, то он уже не творение, он лес символизирует то, что было до того, как пришел человек, это уже не результат какой-то обработки, а это то, что было до того, как появился человек, и вот он любимый сравнивается вот с такой дикой природой, с лесом и с разными драгоценными, со спалином из разных драгоценных материалов, вот через это сравнение мы видим, что она в нем видит красоту Божию, и это нас с одной стороны отсылает вот к такому аллегорическому толкованию, что все-таки это не обычный человек, не обычный возлюбленный, а это Бог, это божественная благодать, это Христос, а с другой стороны, даже если вот вернуться к такому буквальному смыслу, что все-таки да, это человек, то это показывает, вот как она в нем глазами любви видит образ Божий, найдет ли она его, чем закончится эта книга, это мы будем читать в следующих главах, а сегодня мы читали пятую главу Песни Песней в переводе Российского Библейского Общества Якова Эделькинда для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...